Привет всем! Сегодняшняя наша конференция будет называться «Человек и развитие социальных отношений, античный уклад жизни и современная цифровая действительность». Мы, как всегда, встречаемся в нашем клубе Transatlantic Connections. Это интеллектуальный мозговой клуб, как мы его назвали. Обычно у нас присутствует несколько участников, но в этот раз они, по-видимому, очень устали, и мы им даем отдохнуть, поэтому мы выступаем только вдвоем с Григорием. Итак, Гриша Миргородский, доктор физико-математических наук и один из создателей искусственного интеллекта. И я, Сэм Зилман, архитектор «Матрицы». Друзья, привет! Приветствую вас всех! Мы с Григорием приветствуем вас на борту нашего виртуального лайнера. Он называется Transatlantic Connections. Я сейчас нахожусь, как вы видите, на острове, в стране, которая называется Гондурас. Вы, главное, не пугайтесь, потому что первый раз не Гондурас, это все знают. И Венесуэлу свою тоже не трогайте пальцами. А Григорий находится в центре другой цивилизации, которая тоже называется Гондурас, только она называется Холодный Гондурас. Но вообще она называется, конечно, Россия – великая страна, которая нам дала величайших людей цивилизации. Григорий потом всех перечислит. Начиная от Ломоносова и кончая, ну вы знаете, кем кончая, но мы не будем произносить его имя. Понимаете, да? Я надеюсь, что вы все понимаете. Поэтому мы переходим к нашей главной теме. А наша тема называется «Новый шелковый путь». Но перед тем, как я начну эту тему, притом я ее придумал где-то два часа тому назад, не знаю почему, но сейчас мы определимся, почему я ее придумал. Потому что шелковый путь, который начался во II-III веке до нашей эры, и это был цивилизованный путь, культурный путь от Азии к Европе и в обратном направлении, и он практически этот путь создал нашу цивилизацию. А наша цивилизация совсем недавно, буквально, может быть, 15-20 лет тому назад, попыталась построить новый шелковый путь. И вот коронавирус поломал этот путь, почти поломал этот путь. И вот мне будет интересно, какое мнение Григория, я выскажу свое мнение, но перед этим я бы хотел пару слов сказать о истории цивилизации человеческой. Мы же здесь все находимся на большой сцене, и происходит такой спектакль. Человеческая жизнь, жизнь человеческого общества, социума – это спектакль. Одни люди в этом спектакле являются режиссерами, другие пишут сценарии. Третьи – исполнители ролей, в том числе и сами сценаристы и режиссеры, тоже исполнители ролей. А также здесь есть звукооператоры, понимаете, кто это? И осветители, это вся эта пресса, медиа, это звукооператоры и осветители. А также здесь есть суфлеры, которых никто не видит. И много-много-много зрителей. И мы все являемся зрителями, и одновременно мы являемся исполнителями ролей. И это все происходит в хаотическом состоянии. А в хаосе есть тоже свои правила. Но когда в этом хаосе правила… Хаосе – хаосе. Я не знаю, как правильно. Хаосе или хаосе? Как будет правильно, Гриша? Я думаю, нужно использовать два этих слова. Хаос и хаос. Отлично. Потому что я вроде как Грише не давал слова, а мы уже говорим целые семь минут. Потому что мы готовились две минуты. Так вот, мы находимся и в хаосе, и в хаосе в одно и то же время. Видите, я сижу в расслабленном состоянии. Мне Гриша вчера сказал – расслабься. Ну, не смотрят там тебя тысячи зрителей. Они смотрят других людей. Они смотрят там первый, второй, третий канал. Они смотрят CNN. Они смотрят Fox News. Они смотрят кого угодно. А тебя они не хотят смотреть. Ну, и он мне объяснил, почему. Я понял. Поэтому сейчас я обращаюсь в данном случае, как Григорий сказал, к тому или к тем двум, или к тем трем, которым будет это интересно. Рано или поздно они послушают о том, о чем мы здесь сейчас будем с Гришей обсуждать. А будем мы обсуждать нашу человеческую цивилизацию, нашу жизнь. Как мы дожились до того, что мы имеем сейчас. Как развивался технический прогресс. И как на сегодняшний день маленький вирус справился со всем прогрессом. Он вышел из-под контроля. И никто его не может остановить. Вот с этого я начал. Это вступительное слово. Пожалуйста, Гриша, твое слово. Григорий. А потом мы уже сначала это такое вступительное сделает слово. Три минуты, пять минут, хоть десять минут. Дело в том, что мы сейчас находимся по разные стороны океана. В Атлантическом. Да. Сзади меня находится вот это вот дерево. Это вот лестница и мостик. Проход к реке. Это река Тарусска. Это двор Пришвина. Пришвин – это великий русский писатель, который жил в этом доме в Таруссии. Он писал те вещи, которые очень... Он писал о той природе, на которой ты сейчас находишься. Это был прекрасный человек, который описывал природу. Да. Но он не только природу описывал. Через природу он описывал отношения человека и мира. И сейчас мы с вами будем говорить об отношении человека и мира. Вот наша передача не случайно называется «Шелковый путь». И дело в том, что в «Шелк» придут специальные гусеницы, шелкопряды. Шелк, он похож на паутину. А у нас всемирная паутина. Поэтому всемирная паутина – это продолжение «Шелкового пути», между прочим. Поэтому современный «Шелковый путь» – это паутина интернет-соединений World Wide Web, так называемая. И мы сейчас будем говорить о том, как эта паутина оказывает влияние на нас. Или мы оказываем влияние на нее. Сэм говорил о том, что мы сейчас актеры. Но на самом деле режиссеры и осветители, а кое-кто, например, крутит шестеренки за сценой, чтобы декорации пришли в движение. Что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем уникальную ситуацию, о которой Сэм рассказывал мне в конце лета, год назад. Он мне довольно подробно описывал, что у нас будет происходить. И все эти события происходят ровно с тем сценарием, который описал Сэм. Именно сценарием. Отличные слова. Ты просто перехватил вот эту тему, которую я начал. Да, да. Сэм описывал сценарий. Он очень переживал. Конечно, я сначала думал, что у Сэма измененное сознание, потому что он говорил очень... Вообще вдохновленно даже в раж вошел. И он говорил это очень эмоционально. И, конечно, я думал, что Сэм, может быть, переутомился или что-то еще. Или ударился головой случайно, когда проходил около угла дома. Да. Но, тем не менее, когда началась эта история с коронавирусом, я понял, что Сэм очень точно описывал то, что у нас происходит. И главное, он очень точно описывал те события, которые происходят сейчас в Соединенных Штатах Америки. Когда меньшинство начинает брать инициативу в свои руки и устраивает не что иное, как геноцид против большинства. Не что иное, ущемление прав абсолютного большинства. Притом, меньшинство это считает, что оно делает праведное дело. Да. Они верят в свою правоту, как и все те, которые жили 3000-2000 лет тому назад. Они верили в свою правоту и они шли убивать со спокойной душой. Сэм очень точно описывал это мне в начале осени и в конце лета 2019 года. Он видел этот сценарий в подробностях, но просто он боялся, что начнется все не с коронавируса, а с некого ядерного конфликта. Но оказалось, что коронавирус гораздо выгоднее, чем ядерный конфликт. Он не разрушает инфраструктуру, он оставляет инфраструктуру в целости и сохранности, а он влияет только на наши человеческие жизни. И проблема не в том, что у нас есть смертность 0,7% или там 1%. Проблема в том, что коронавирус изменяет способ нашего мышления, а значит нашу способность мыслить. Практически он отключает у многих людей способность критически мыслить и критически оценивать ситуацию. И это является довольно большой проблемой. Мы перестаем нормально воспринимать окружающий мир, мы перестаем реагировать на проявление этого мира, и мы становимся послушной толпой стадом, который идет за кукловодами. Теперь я хочу передать слово Сэму. Да, реальность она такова. Реальность она такова. И надевая розовые очки или надевая какие-то современные виртуальные очки, которые, между прочим, не просто так были придуманы. Для чего? Вот задаю Грише вопрос, как специалисту в IT, как специалисту, который создает искусственный интеллект, как специалисту, который занимается секьюрити-системами в ядерной промышленности и в очень сложных таких... И это называется АСУТП, автоматизированная система управления. АСУТП. Окей. Да, я помню, в 1968 году мой папа, будучи опытным, умным человеком, сказал, чтобы я именно это изучал. И толкнул меня в техникум, там, где именно занимались АСУ. Тогда оно только начиналось, в конце 60-х годов. Но я был совсем не приспособленный для техники, а я летал. Я летал, мне нравился полет, и я не мог усидеть в этом техникуме. Но вот в АСУ это было очень интересно. Так вот, люди, которые пытаются в современном мире взять свои руки полностью бразды правления, именно они нанимают специалистов-айтишников, для того, чтобы те создавали вот такие приборы, которые дают возможность людям перейти в виртуальную реальность. А уже программы в этой виртуальной реальности будут закладываться любые. Это очень легко. Это софт-вэр очень легко загнать в эти очки. И уже сейчас практически вся молодежь живет в виртуальном пространстве. Я бы сказал немножко другими словами. Дело в том, что когда изобрели виртуальные очки, и Сергей Брин начал их испытывать, он мог ходить, снимать все в онлайн-режиме всю свою жизнь окружающей, а виртуальные очки должны были ему подсказывать, повернуть налево, направо, посмотреть на вывеску или купить вкусный пирожок. Но дело в том, что люди начали возмущаться прайвеси, практически он записывал всю жизнь окружающих. И, естественно, если все остальные начали носить эти очки, то у нас прайвеси не было бы вообще, поэтому запретили эти очки. Но, тем не менее, они нашли широкое применение. Например, в компании «Газпром» или «Роснефть» с помощью них обучают операторов вертеть гайки и техников ремонтировать сложное оборудование. Но проблема в этих виртуальных очках не в том, что они физически есть. Я могу снять свои очки, и, тем не менее, виртуальные очки останутся у меня надеты. Дело в том, что мы в живем мире, в котором есть невидимые виртуальные очки, которые искажают реальность так, как надо определенной группе людей. Вот в чем проблема. Один из видов этих виртуальных очков являются социальные площадки, такие как Facebook, Нагласники, Twitter. Инстаграм, Twitter. Посмотрите, как использовал господин Трамп Twitter для того, чтобы загнать миллионы людей в свои сети. При том, эти люди, находясь в этих сетях, они считают, что они свободны. Они считают, что они свободно выражают свои мысли, и они этого хотят. Это все создано виртуальными техническими способами. А теперь мы вернемся немножечко на 2-3 тысячи лет тому назад. Я сегодня обновил немножко рефреш, я сделал рефреш по-английски своих знаний о античном мире. Оказывается, в античном мире, это мало кто знает, надо заниматься этим людям, надо заниматься этим, надо взять лопатку и порыться немножечко у себя в мозгах, потому что каждый человек рождается, уже обладая коллективным бессознательным. Возьмите Карла Юнга, почитайте еще других, но Карл Юнг лучше всех описывает. Коллективное бессознательное – это та обработанная информация, которая существует тысячами лет. Это то, что накопила наша человеческая цивилизация. Когда ребенок рождается, практически каждый ребенок в течение своей жизни, превращаясь во взрослого человека, проходит с начала и до конца весь процесс цивилизации всего человеческого общества. Посмотрите, ребенок родился, он уже имеет это коллективное бессознательное, он уже сразу имеет эти знания, но он их не ощущает. Для того, чтобы он больше ощутил это, это коллективное бессознательное, его родители учат. Потом его учат социум в виде детского сада, школы, высших учебных заведений, работа и социальные отношения между людьми. Это все создает для человека какие-то каналы, чтобы открыть для себя это коллективное бессознательное. Одни люди имеют лучшие приборы, то есть мозг работает лучше, чем у других. Поэтому ни о каком равенстве говорить нельзя. Равенство должно быть только на уровне, что один человек не имеет права убивать другого. Один человек не имеет права залазить на свободу другого человека. У каждого человека должна быть свобода, он должен регулировать сам своей свободой. Но люди этого не умеют делать, не научились за тысячи лет. Вот человек, проходя всю свою жизнь, ходит в всю цивилизацию. Так же точно, как три тысячи лет, две с половиной тысячи лет тому назад, в древних империях, таких как китайская, индийская культура, особенно древнегреческая, античный Рим, там были паровые машины, там были канализация, горячая холодная вода. В древнем Риме были аквадуки, созданные таким образом, что в Риме не было достаточно пресной воды. 50 километров аквадуки, много аквадуков длиной в 50 километров шли в Рим, обеспечивая в Риме полную цивилизацию, где жило примерно миллион человек. В древнем Афинах жило около миллиона человек, и они все были обеспечены работой, развлечениями, и довольно комфортно они жили во дворцах, в красивых домах. У них было все, что необходимо вообще человеку для жизни. То есть, у них была медицина, в Китае в древнем была медицина, в древней Индии была медицина, в древней Греции, в древнем Риме была медицина, у них была торговля, налаженная торговля, у них были искусства, у них был театр, театр обязательно был. У них было все, у них была гигиена, иначе миллионные города тогда не выжили бы. Но в то же время у них был технический прогресс, то есть именно технический прогресс создал, надо было вот эти все строения, надо было это инженерия, это очень серьезная инженерия. Вот, я закончу про Древний Рим. Так вот, в Древнем Риме аквадуки, они были на разных уровнях, и они знали, как поднять воду, как опустить воду. И в богатых домах в Древнем Риме у всех были прекрасные бани, фонтаны. Это же надо было сколько воды. Горячая и холодная вода. Супер, супер, все было. Так же стало и в Китае, и в Индии. Вот. И даже люди среднего достатка, свободные, тоже прекрасно жили. Мало того, когда они воевали, они захватывали в плен. Они знали, кого они захватывали. Когда они захватывали простых людей в плен, ну, в окончании войны, они их превращали в рабов, которые, будем говорить, строили все это, тяжелые работы. А те, которые они определяли, были из богатых интеллектуальных семей, они работали учителями, они работали врачами, они работали, вот как сейчас каждое правительство имеет специалистов, советников. Вот так вот рабы, которые из высшего общества, были советниками у своих господов. Один из таких был Эзоп, общеизвестный, а его хозяин был философ, великий философ, но он от Эзопа зависел от советов Эзопа. Вот продолжи эту тему, Гриша. Да, дело в том, что когда они строили акведуки, у них было распространено государственное планирование. Они планировали, как пройдут акведуки, и запрещали, значит, хозяйствовать на этих землях. И никому нельзя было делать так, чтобы они повреждались. Эти акведуки были невероятно красивыми и сложными инженерными сооружениями. Достаточно сказать, что до сих пор в мире вода поступает в города по точно таким принципам. Которые были тогда изобретены во время строительства акведуков. Но проблема заключается в том, что такие грандиозные сооружения можно было сделать только при очень сложном социальном планировании. Когда у нас были сложные социальные связи, когда работало государство. Сейчас мы видим, спустя 9000 лет, что у нас эти связи социальные сохранились. Но мы практически никак не продвинулись за 2000 лет. Мы изобрели компьютеры, изобрели атомную энергию. У нас очень сложные технические устройства. Но мы никак не продвинулись в социальных связях, в социальной инженерии. Мы практически остались на том же самом месте. Если мы сравним... Маленькие-маленькие сразу, чуть-чуть, извини, потому что сейчас вылетит из головы. Так именно для этого я сделал пример маленького ребенка. Как ребенок, рождаясь уже разумным, умирает. Практически большинство людей умирают неразумными. Это страшно даже подумать. Очень маленькое количество людей умирает в разуме. Большинство людей умирают безрассудные, так же, как они пришли на эту землю. Имея всю свою жизнь, накопленный веками опыт. Они его не используют. Они не знают, как это делать. Я слушаю, Гриша. Извини, я перебью. Да. Так вот, дело в том, что у нас, к сожалению, развитие наук, техники и социальное развитие общества шло непропорционально. В итоге мы имеем огромного, колоссального великана. У него вместо ног атомная энергия, вместо рук у них сложнейшие механизмы. И у него есть... Мы создали колосса. Мы создали того колосса, который был создан еще 2000 лет тому назад. Совершенно верно. Но, к сожалению... Мы создали еще золотого тельца, за который евреи потом пострадали и страдают до сих пор. Да. Мы сделали колосса, но, к сожалению, этот колосс не обучен социальным навыкам. У него социальные навыки трех- или четырехлетнего ребенка. Он не взрослый. Понимаете? И из-за этого возникает очень большая проблема его социализации. То есть мы не можем социализировать этого ребенка, и у нас ребенок остается наедине сам с собой. Почему? Потому что наш ребенок – это социальный организм общества, который остался на уровне двух тысяч лет. Люди требуют хлеба и зрелищ. Они не хотят лететь к Луне. Они не хотят лететь на Марс. Они не хотят развиваться. И они не хотят применять более совершенные формы труда. Им не стыдно воровать, жульничать, брать откаты. Им не стыдно. Они получили это в результате вот этого знаний, которое они получили от своих предков. Вот предки это делали. То есть хорошее переняли, только малое количество людей переняло хорошее и полезное. А основная масса переняла – человек не рождается вором, убийцей, офицером, чтобы воевать, не рождается человек жуликом. Человек рождается человеком. И вот это коллективное бессознательное, которое несет в себе все знания предков, имеет в себе внутри, как воровать, как убивать. Так вот массы это перенимают, а хорошее перенимают единицы. Ну, спрашивается, почему, например, 51 год назад мы выставились на Луне. Да, 51 год назад. Почему до сих пор на Луне ничего не создано? Хотя фантасты рисовали картины. Когда у нас там будут станции, целые города. Казалось, что человечеству не нужна Луна. Ему нужно айфон 11 модели, 12. Игрушки, игрушки. Людям нужны игрушки, хлеба и зрелища. Да, человеку нужно огромное количество одежды. Ему нужны 7 велосипедов, 12 скейтбордов и желательно несколько летательных аппаратов. Потому что ему нравится этим заниматься. И он совершенно забросил свои мечты о Луне и других планетах. Есть даже шутка, что для того, чтобы освоить Луну, нужно сделать так, чтобы всем стало модно делать селфи на Луне. Тогда сразу города там построят. Пока на Луне селфи делать не модно, у нас Луна не будет освоена. Люди будут делать это виртуально просто. Им просто лень будет туда лететь. Они же могут сделать виртуально. Сегодня виртуально можно делать все. Можно делать виртуальный секс. Можно виртуально даже покушать. Все можно сделать виртуально. Скоро люди будут кушать пластик. И нормально. То есть они уже не будут людьми. Но они этого не будут знать. Я думаю, многие люди кушают синтетические продукты на основе пальмового масла и на основе различных вкусовых добавок. Я думаю, многие люди занимаются этим. Последние 20-30 лет точно, и они даже не ощущают. То есть некоторые люди еще понимают, что надо себя поберечь. Основная масса людей, если им будут бесплатно это давать, особенно бесплатно, а все идет к тому, что будут раздавать бесплатно. Почему это будут раздавать бесплатно? Ну, для того, чтобы еще более и более превратить их в манкультов. И также будет чипизация. Она уже произошла. Люди боятся чипизации. Она уже произошла, эта чипизация. Чипизация – это Facebook. Когда я получил Facebook 6 лет тому назад, он еще был чуть-чуть живой организм. Сейчас это сплошные чипы. У каждого из нас, когда выходит со своего телефона, у него есть свой номер в телефоне. И уникальный идентификационный номер телефона, и он очень точно отслеживается. Вы можете попробовать поменять сим-карту, вставив ее в другой телефон. Вам из банков начнут названивать и говорить, у вас новый телефон, пожалуйста, подтвердите, что это вы. Потому что эта ситуация сразу во всех центрах слежения за вами будет очень четко отображена. Можете провести этот эксперимент. Это очень простой эксперимент. Эксперимент построен на том, что как продавать рептильному мозгу. Недавно мы с Гришей прочитали эту статейку, она нам понравилась. Правда, она тебе тоже понравилась? Да, там было описано три слоя человеческого мозга. Было написано, что самый древний слой, это слой... Расскажи по пунктам, чтобы люди знали. Как называется новый мозг? Было описано три слоя мозга человека. Новый мозг это неокортис. Отвечающий за мышление, рациональная и современная информация перерабатывается этим неокортисом. Средний мозг это олимпическая система, оперирующая эмоциями и чувствами. Но это из древних веков. А есть еще старый рептильный мозг, который принимает решение на основе полученной информации от этих двух мозгов. То есть решение принимает рептильный мозг. На каком прогрессе психологическом, психическом мы можем говорить? Проведение рептильного мозга я могу описать двумя простейшими формулами. Дают – бери, а если бьют – беги. Вот это вот простейшие формулы рептильного мозга. Хлеба и зрелищ – это тоже формула рептильного мозга. Да, это правда. И, к сожалению, очень многие люди, они свои решения основывают на деятельности этого мозга. И на базе этого им можно втюхать все, что угодно. Любую идеологию, любой предмет, любой продукт, им можно все втюхать. Надо только завернуть в правильную обертку. Секунду, и если 2500 лет тому назад, и 2500 лет тому назад, в Риме, 2500 лет в Греции, в Китае, были религии, так называемые языческие. Ну, это так сейчас называют языческие. Почему, не знаю, такое слово придумали. А по-английски это звучит «пэйганс». Пэйганс. Между прочим, это совсем неплохая религия – пэйганс. Потому что действительно есть бог моря, бог неба, бог ветра, бог растений. Ну, это так, виртуально можно говорить. То есть, все субъекты природы, они божественны. Они не в руках одного бога. Каждый предмет, каждый субъект природы божественен. Так вот, раньше вот преклонялись разным богам, и это был один бизнес, потом начали преклоняться одному богу, это другой бизнес. И наряду с этим были такие люди, как Архимед, были такие люди, как Сократ, Платон, Сенека, Марковриэли. Это были все верующие люди. То есть, они были религиозные, потому что тогда нельзя было быть нерелигиозным. И параллельно с этим они создавали науку, даже сверхнауку. Они знали, что такое атомы, молекулы. Они знали, что такое Солнечная система. Они все это знали. Исходя из этого, они создавали инженерные или философские проекты. И религия им не мешала. Сейчас современная религия, она тоже подтягивается под тот уровень. Но происходят конфликты постоянно между так называемой наукой и так называемой религией. Закончи, пожалуйста, вот эту тему наука и религия, и мы перейдем на шелковый путь. Дело в том, что я общаюсь с учеными, и мы недавно обсуждали, что есть наука. И мы выяснили, что наука ничем не отличается от преступного сообщества. Так же, как в преступном сообществе, в науке есть круговая порука. Так же, как в преступном сообществе, значит, когда человек пришел на сторону какой-то группы ученых, он связан с некой клятвой омертой, замешанной на крови, он не имеет права ей изменять, иначе его будут всячески подавлять. Он сидит в заколдованном кругу, и как у Гоголя там этот вый. Вот этот круг, если ты только выходишь за этот круг, вый тебя съест. Точно так же, как разбойники, грабители и мафия, она грабит кого-то, точно так же наука грабит государство. И каждая группа хочет как можно больше финансирования. А кто такие государства? Это мы все. То есть они нас всех грабят. Да, практически. А мало того, извини, мало того, что они грабят, очень часто они нас пускают по неправильному пути, заведомо зная, что это или они не заведомо знают, или они ошибаются, и они пускают нас по неправильному пути, либо они заведомо договариваются, потому что им так выгодно. Да, сейчас многие научные... Во-первых, стало тяжело разделять лженауку от реальной науки, к сожалению, потому что у нас уровень образованности населения падает, а лженаука маскируется под настоящую. То есть мы не можем определить, что... И часто теории, которые считают лженаукой, потом оказываются действительно настоящими. Вспомним, как в Советском Союзе травили кибернетику, называли ее продажной девкой империализма, как вы марвелли статьи про кибернетику, а потом оказалось, что, оказывается, кибернетика все-таки наука. Можно вспомнить, как, например, была теория Лысенко, которая говорила о том, что генетика ничего не знает, что можно любое растение изменением условий приспособить к окружающей среде. Мы можем вспомнить историю про то, как в научном мире не воспринимались новые учения о параллельности прямых, и как Лобачевский долгое время добивался своей правоты. И только спустя многие десятки лет мы узнали, что прямые, например, луч света, может искривляться под действием гравитации. В науке есть очень много явлений, которые мы сейчас не можем с вами оценить. Например, Перельман отказался от премии в миллион долларов. Он сказал, что зачем мне ваша премия, если я постиг суть мира. К сожалению, теорию Перельмана, то, что он делал, могут понять не больше нескольких десятков человек, и то после нескольких лет напряженного труда. И то, что сейчас разрабатывает Перельман, нам очень тяжело представить. Например, как бы вы объяснили современной компьютерой человеку, который живет 300 или 500 лет назад? Да никак. Вы бы не смогли объяснить, как они работают. Извини, извини, не говори так категорически. Были люди, которым можно было это объяснить, но их было очень мало. Были люди, которым можно было это объяснить. Не надо уничтожать тех людей. Значит, если бы ты тогда обратился к Ньютону или подобным людям, степ-бай-степ ты бы ему объяснил это, он бы понял. Но среднестатическому человеку это сделать очень тяжело. Так и сейчас ты не можешь среднестатическому человеку объяснить, как работает софтвер. Ты не можешь это объяснить. Они не знают, что такое алгоритмы. Они этого не знают. Сейчас среднестатический человек воспринимает компьютер, как нечто естественное, как чайник. Понимаете, в чем дело? И разница... Есть люди, которые знают, что такое картошка. Ну, я имею в виду из современных людей, там дети. Они знают, что такое картошка и знают, как ее кушать. Они знают, что надо пойти в Макданалдс или куда-то там. И там будет картошка. А как картошка растет, процесс роста картошки, как ее выращивают, они не знают. Они могут подумать, что она растет на пальме. Что же угодно. Очень удачный пример. Надо в том, что ты говоришь о том, как растет картошка, подразумевая грядку. И в этой грядке закопаны клубни земли. Однако сейчас модно выращивать картошку в горизонтальных теплицах, так называемых. Это совершенно иной способ выращивания овощей и фруктов, когда мы подвешиваем в питательном растворе, соответственно, овощи и фрукты и начинаем их вскармливать. Но мы еще не знаем, как вот эта современная картошка или современные помидоры или там другие овощи и фрукты, которые выращиваются иным неприродным путем, мы еще не знаем, 100% мы не знаем, как это действует на наш организм, на наш мозг и все. Даже если ты не применяешь никакие химические удобрения, а все равно надо что-то применять, иначе они не растут так, как они растут. Что-то надо применять, понимаешь? Ну хорошо, что вы с женой там пользуетесь навозом там или органическими. Вот сейчас, когда пишут, что вот, например, у нас очень много в Америке органических фруктов, овощей продается из Мексики. Одно время продавали органические овощи и фрукты из Китая. Вот сейчас мы подходим к нашей теме. И когда исследователи сделали серьезное исследование, это была сплошная химия, а продавалась в 2-3 раза дороже, и написано органика. Вот мы подходим к теме. Я слушаю. Да. Ну, я полностью согласен. Мы не знаем, как новые методы выращивания будут отражаться на свойства продуктов. Мы не можем предполагать, потому что слишком мало поколений людей их ело. Я должен сказать, что мы можем предположить, что это существенным образом изменит сам стиль жизни человека. Например, вы купили трехкомнатную квартиру, живете в двух комнатах, а в третьей комнате выращиваете овощи и фрукты. И вам не нужно ходить в магазин. Вам нужен только свет и отопление. Вы можете сами себя обеспечивать едой. И я думаю, что скоро такие... Вам даже не нужно охранника, кто будет охранять. То есть, ваша квартира превращается в тюремную камеру. То есть, вы вообще в квартире можете делать все. 3D, можете одежду делать. Можете, пользуясь компьютером, видеть вот меня сейчас, Григория. Вам вообще не надо выходить. То есть, вы уже сидите в тюрьме без охранника. Сэм, ну вот зря ты смеешься. У нас во время карантина... Я не смеюсь, это серьезно. Многие люди выращивали салат на подоконниках, поставили несколько рядов салата и говорят, у нас всегда свежий салат. А другие говорят, давай стеллаж поставим. Ставят в шкафу стеллажи и выращивают уже больше. И вдруг понимают, что им не нужно покупать салата. А если они поставят 5 таких шкафов в комнату, то и помидоры, и огурцы будут выращивать. И такие горизонтальные теплицы уже в Голландии делают, понимаете? Им не надо ездить в Торосу, им не надо ездить в Гондурас. Они могут смотреть на нас и чувствовать, что как раз первый раз и Гондурас. Да, совершенно верно. Я очень верно подметил. И более того, вирус, он породил новые паттерны поведения. Когда люди начинают все проблемы решать дистанционно, не выходя из своей квартиры, практически превращаясь в людей из Матрицы, которые живут в своем коконе и никуда не вылазят. Практически это первый шаг к настоящей Матрице, которую братья и сестры Вачовски, я уже не знаю, кто они сейчас, показали в своем фильме. Блистательный фильм, который больше 20 лет назад вышел и прекрасно показал ситуацию, в которую мы сейчас попали. И давайте мы сейчас сделаем плавный переход к нашему шелковому пути. Я бы назвал кибернетический шелковый путь, который у нас сейчас начинается. Что мы видим на этом пути, сын? Говори. Мы начнем сначала с общей информации, которую я взял в Википедии. И я просто зачитаю. Новый шелковый путь – это Евразийский сухопутный мост. Концепция новой паневропейской перспективы межконтинентальной транспортной системы, продвигаемой Китаем в сотрудничестве с некоторыми странами, такими как Казахстан, Россия и некоторыми европейскими странами для перемещения грузов и пассажиров по суше из Китая в страны Европы. Вы понимаете, что вместе с товарами будет идти идеология. А вторая часть нашей беседы будет называться «Новый шелковый путь и куда он ведет». Продолжение следует. Пока-пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.